Всем привет! Unforgiving Хоррор игра, выполненная шведами, повествует о шведском фольклоре скандинавской мифологии. Про сюжет. Начинается игра с того, что главная героиня просыпается связанной в машине своего брата, везущего непонятно куда. Ну, конечно же, на эмоциях от такого поворота она тупит своего соседа, и как бахнет по башке ему, и тем самым окрашенный лукос теряет управление. Ну, это так. Если вкратце, в принципе, вы это все увидите. Машина разбивается. Главная героиня, конечно же, с горе братом выживает по сути разговора. Выясняется, что он вез ее в заброшенный лагерь. Типа он ее спасти хотел, короче. Она вот так вот накосячила. Что есть в игре? Конечно же, присутствуют головоломки. В игре присутствуют головоломки несложные. Ну, то есть, знаете, наподобие сходи, найди, там, электрическую пробку принеси сюда. А потом же нужно додумать, куда ее вставить. Ну, в то и время поиск предметов. Нам придется частенько убегать и придется от монстров, которые так и нарвят влезти с самого неожиданного места. По ходу истории, игрок встречает множество мифических существ. Мужик, возле которого мухи летают, существо со скрипкой на болоте, то есть огромное горбатое лесное чудовище, разговаривающее деревья, страшная, злая, жадная, рущая баба, которая пытается забрать флейту. Тут, блин, до такой степени все насыщенно и круто. Плачащие деревья, когда героиня ходит в лагерь, она слышит голоса людей, которые, ну, как я понял, по крайней мере, были заточены в деревьях. Они рассказывают о своих страхах, зависти, желаниях, стремлениях. Брат, что про брата сказать? Брат героини, так скажем, с самого начала игры не совсем понимает мотивацию вообще своего персонажа, то есть вообще не понимает, для чего он нужен нахрен. Но по ходу игры, немножко проникаешь из симпатии к этому персонажу, в любом случае, что он заботится о сестре, конечно же, он действительно пытается помочь. Что сказать про героиню? Ну, конечно, понятно, что не каждый смог бы понять и простить свое похищение. Но зачем было сразу, конечно же, лукасу бить по голове, согласитесь? То есть, петлять по мешкам по лесу, вместо того, чтобы поговорить, как нормальный человек. Ну, бабы, истерички, сами понимаете. Ехать, так, что еще можно сказать в принципе? Ну, из минусов, я могу про игру сказать, то, что много историй монстров, о которых игрок, если не знаком с самими, собственно, мифами, никогда не узнает. Ведь ни героини, ни говорящие деревья о них не расскажут. Можно лишь найти обломки описаний этих существ, гуляя по лагерю, натыкаясь на рисунки, надписи детей, но не более. Ну, как по мне, игра определенно стоит своих денег. Видно, что разработчик делал ее с любовью. Он выжил максимум с лишка Юнити на красивую мрачную картинку. А актеры, озвучки постарались на слово. Каждому сдоху, срываем голоса, плачу, действительно веришь. Действительно, игра просто, ну, обалденная, интересная, очень крутая. Поэтому, в принципе, я советую. Кому понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.